Приветствую вас! Для чего вы хотите ему помочь? Для чего вы ему помогаете? И чего вы хотите? Вообще! Потому как из текста вашего непонятно. Чего вы хотите? Для чего вам, к примеру, замужество? Почему вы хотите выйти за него замуж? Сколько вы готовы еще ждать? Для чего вам замужество? Ответы на эти вопросы нужно найти, чтобы вы более целенаправленно себя вели. И по отношению к молодому человеку, и по отношению к самой себе, и по отношению к окружающим, или по отношению к другим возможным кандидатам, ваши потенциальные мужья. Вот, это первое. Второе. Вот вы, когда пытаетесь человеку помочь, это на постоянной основе приводит к тому, что он просто-напросто привыкает. Он привыкает к тому, что вы ему постоянно пытаетесь помочь, он привыкает к тому, что вы его постоянно поддерживаете. И, с одной стороны, не чувствует себя мужчиной, с другой стороны, и, в общем-то, хочет еще больше вас подчинить себе, чтобы обезопасить. Потому что, ну, вряд ли такие перепады настроения происходят из-за хорошей жизни, из-за такой супер гармонии в себе. Вот. Супер гармонии внутри себя. Так что, здесь, конечно, довольно неприятно уход, и, но, тем не менее, важная история. Вот. Также, я бы хотел спросить у вас, почему вы, почему или для чего вы звоните ему, перезваниваете, пытаетесь что-то узнать, что-то понять и так далее. Мне кажется, это довольно важный аспект данной ситуации, мне кажется, это важный аспект того, что вы описываете. Вот. И все это, вместе, вот, ваше поведение от такого терпения, слишком, слишком большого терпения. Вот. Это все привело, вот, к тому, что вы имеете сейчас. Еще неплохо бы разобрать, что из происходящего, в целом, вот, вот, в целом, в целом того, что вы описали. То есть, что из происходящего, вы принимаете на свой счет. Потому что, то, что вы принимаете на свой счет, должно, по сути, есть, так сказать, благоприятная среда для вашего внутреннего конфликта. К примеру. Вот. Это очень важно понимать. И, если вы что-то принимаете на свой счет, то, соответственно, вы перестаёте быть независимым, равноправным партнером и становитесь зависимым, неравноправным. Что же касается и вашей, например, заинтересованности и потребности, к примеру, в замужестве. То есть, если история представляет из себя это, если история выглядит так, то мужчина может полубессознательно использовать вас. Для того, чтобы, собственно, получать по итогу то, что он хочет. Получать по итогу то, что ему нужно. Пускай и косвенным путем, да, и в обход, собственно, к примеру, ваших желаний. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. То есть, вот вы спрашиваете, что делать, да, я могу вам задать, в общем-то, встречный вопрос, да, что делать, чтобы что. Чтобы что делать, по итогу. Вот. Вот. То есть, это такая очень важная история, очень важный момент, потому что от целенаправленности того, чего вы хотите, ну, наверное, зависит все остальное. Я так думаю. Отдельно хочется спросить у вас, что вас объединяет, что вас связывает, что между вами общего. Вот. Это тоже достаточно важная история. Что между вами общего, что вас связывает, там, что, если вы не отдаете себе отсчет. А в этом, да, если вы себе не отдаете отсчет в том, собственно, что между вами общего, то отношения могут выглядеть как... такие, знаете, достаточно неопределённые по своему содержанию, да, и по своей направленности, скажем так. Вот. Поэтому я думаю, что нужно вам всё-таки как-то вот в этом направлении двигаться. Вот. Тоже. А вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать на вопрос. На вопрос, который вы задаете. Вот. И на этом пока что всё. На этом пока что можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Спасибо за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова